Всем привет! Вы на канале ВотГСН и как обычно в начале нашего видео хотел попросить каждого из вас, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас и поставьте палец вверх этому видео, для того, чтобы просто в конце видео не забыть это сделать. Вы всегда сможете отказаться от своего лайка или отписаться от моего канала, но заранее благодарен вам за поддержку. Итак, ребят, сегодня мы выкатим в бой великолепную машинку Кронваген. Это один из двух тяжей, которые я рекомендую для прокачки в первую очередь новичкам, как первые ветки тяжей, по одной простой причине. Потому что этот танчик, он позволяет довольно динамично, по сравнению с другими тяжелыми танками, передвигаться по боевым позициям, как своим, так и врага, менять направление, имеет цикличную пушку на три снаряда, он имеет 400 единиц урона за один шот на подкалиберных, есть кумулятивные, но уже со сниженной суммой альфы в 340, но и осколочно-фугасные, которые не очень хорошо себя показывают, мало с них заходит, поэтому пользуюсь ими очень редко. Есть еще вопрос по скорости перезарядки. Скорость перезарядки довольно неплохая. Время перезарядки между снарядами, когда вы стреляете, составляет всего 3 секунды, что для тяжа довольно неплохо. Ну, то есть, по сути, если у вас все хорошо, то приблизительно 1000-1200 вы нанесете за, ну, 9 секунд. По-моему, это довольно неплохо. Дальнейшая дозарядка, можно сказать, не сильно долгая, как для ТТ, это 7,8, 8, ну, и 8,7 и 12,5 секунд. Последний снаряд будет дозаряжаться там, то есть, каждый последующий будет дозаряжаться с немножко другим временем. Но, в целом, это довольно неплохо, как для ТТ. Безусловно, кто-то может сказать из критиков по поводу того, что урон в минуту составляет-то всего 2000. Ребят, этот танк не для того, чтобы заехать и наносить где-то стоя по 2500 урона, как это может сделать какой-то другой тяж. Его плюс, несомненный плюс, заключается в том, что он может дозабирать соперников. Когда вы выезжаете на 2-3 шотных соперников, у вас есть все шансы 2-3 шотных забрать в течение 9 секунд. Ребят, 9 секунд, это вообще анрил какой-то. Выезжая на любой другой технике, тяжике против такого количества соперников, вы этого сделать не сможете. Вы сделаете 1 шот, уйдете на перезарядку, как правило, долгую перезарядку. За это время соперники либо вас разберут, либо просто уедут. Но, может быть еще, конечно, вариант, что приедут ваши союзники и вам помогут. Но, ребят, вы-то в бою что хотите, нанести как можно больше урона. Ну и второе, сделать как можно больше фрагов и получить кайф от этой игры. Правильно? Правильно. А значит, этот танчик позволяет быстрее забирать соперников, особенно если они не добиты. Что у него есть? У него есть довольно неплохая броня на башне. Она стоит под определенным наклоном. Плюс еще, если вы куда-то выезжаете из-за какого-то холмика или из-за чего-то и даете чуть-чуть наклон, броня немножко улучшается, соответственно, пробить тяжеловато. Сбока, соответственно, с тыла башня бьется на ура только так. Поэтому мордочкой смотрим прямо вперед и не пытаемся мансить мордой вот так вот, потому что вот здесь сразу начинается какое-то там пробитие по бокам. Что еще? Вот эти вот углы, они есть, они что-то там как-то ловят, где-то как-то прилетает и рикошетит, но ловит. По бокам бьется нормально в бочину, ну, соответственно, в корму лупят только так, на ура заходит, мама не горюй. И, соответственно, нижний бронелист самое слабое место данного танка. Каком башне у него, как таковой, нет, в которую можно выцелить, а значит, ну, вот так вот как-то вот перекрывая свой танк чем-то, ну, вот мордочкой стоим и мордочкой танкуем. Давайте попытаемся закатиться, посмотрим, на что он способен на сегодняшний день в рундоме. Итак, ребят, мы зашли, против нас два ТТ, а значит, нам есть с кем побороться. Если с нами сейчас еще и поедет Т-57, было бы неплохо. Но Т-57 решил, что лучше продавливать линию средних танков. Ну, ладно, хорошо. Давайте тогда ТТ-шки оставим на потом. Т-57 бедняга не может определиться, чего он хочет все-таки в этой жизни. Выжить или сыграть. Странный какой-то у нас получился разъезд. Я повелся на этого Т-57, не умеющего определяться, чего он все-таки хочет и куда ему все-таки ехать. Ну, вот то, что я говорил, в башню нам не прилетело. Мы же ушли на дозарядку, танчик дозаряжается. И оп, мы опять имеем все три снаряда в магазине. Немножечко не хватает углов. Это то, о чем мы изначально... А, мы не проговорили, мы не посмотрели в ТТХ, но поверьте на слово, углы у него не очень хорошие, если выезжать именно мордой. Но если выезжать немножко бачком, то получается довольно-то и неплохо. Так, выходим опять на дозарядку. Силы пока у нас плюс-минус равные. Даже трех секунд все-таки не хватило для того, чтобы ввалить в уса еще один снаряд, пока он был на переезде. Ну, вот это удивительно, потому что у Бапахи-то брони вообще нет, ребят. Куда мы там попали, неизвестно. Может, в какой-то каток из-за этого не пробили. Так, ну что мы имеем? Мы имеем двух недобитков. И мы имеем гриля, который мешает нам к ним добраться. Я думаю, что нам необходимо первым попытаться забрать все-таки Викерса. И вот он уже в ангаре. Теперь мы попытаемся с вами посмотреть на Бабаху. Бабаха, видать, на перезарядке или у них хватает углов. Ну вот, пожалуйста, еще одно непробитие на 600. Бабаха нас выцеливает. А мы выцеливаем его. Итого. Два фрага и ноль нанесенного нам урона, хотя прилетало. Вот, ребят, ну вот честно. Ну вот кайфую я от этого танка. Не знаю, почему со мной многие не согласны. Танчик-то реально прикольный. Он реально классно себя показывает в бою. Мы бы не лезли на первую линию. Вопросов нет. Но он и не способен лезть на первую линию по определению. Потому что получить куда-нибудь нижний бронелист, ему как два пальца в асфальт вставить. У нас есть урона 2100 с копейками. Безусловно, в общих результатах нашей команды мы заняли всего четвертое место. Но поверьте, если бы не наша цикличная пушка с дозарядкой, мы бы не добрали двух фрагов. Мы последний фраг добрали, безусловно, недобитка, который там один оставался и победа была у нас в руках. Но Викерса мы вынесли. Мы дали по грилю шот. Мы выцелили ИСа и довольно неплохо пушечка точно в него попала на большом расстоянии плюс в движении. Поэтому, ребят, я считаю, что в этом бою плюс-минус неплохо мы себя показали. Можно было бы, конечно, лучше. Но, извините, не всегда получается. Итак, попали мы в следующий бой. Против нас есть Кронваген, есть Йох. Есть Т-57 Хэви. На Йоха и Т-57 Хэви одновременно выезжать будут вообще не нравиться эта идея. Маус нас решил поехать в объезд. Дружище, ну не с твоей скоростью. Ну да ладно, поехали тогда все вместе. В конце концов, наш ТВП, он вообще безняга один туда как-то взорвался. И почему-то вторая СТ-шка решила ему не помогать. Видать, подумала, что СТТ подольше поживут. Первый шот мимо. В этом бою мне почему-то кажется, что придется нам больше, чем не сладко. Без урона сбиваем гуслю. Днем Мауса вперед немножко, пусть прикрывает. Все-таки как-никак покрепче, чем мы. Да и зазор по ХП у него чуть-чутька побольше. Жаль, лечиться нам тут нечего. Сейчас попытаемся немножко ухудить. Крикерс жизни не дает. А вот теперь мы не выходим. Попытаемся немножко бочком как-то выехать и поедем. Посмотрим, что там делает ТТ. ТТ стоят. Да, бывают такие бои, в которых, хочется сказать, сегодня явно не мой день. Особенно попасться на кранваген еще одну. Ну, смотрите. Мы поехали на непредсказуемую позицию абсолютно. К сожалению, СТ, один из наших, не поддержал эту линию. Возможно, если бы он поддержал результативность на этой линии, была бы чуть-чуть побольше. Но, как я понимаю, это явный успех команды. Не наша абсолютная заслуга. Возможно, чего-то можно было бы сделать, конечно, там, покруче. Но, опять-таки, хотелось бы отметить. Я, честно говоря, не сильно умею, там, предугадывать все вот эти боевые позиции, кто куда поедет на разъезды и так далее. Я обычный среднестатистический игрок, который просто заходит и играет. Хорошо это или плохо, можете написать в комментариях, если это действительно интересная для вас тема. Я имею низкую статистику, у меня статистика меньше 50%. И я не гоняюсь за статистикой. Я захожу в бой и получаю от него удовольствие. И от этого боя я получил удовольствие. К сожалению, мы нанесли всего 1100 урона. Мы не сделали ни одного фрага. И в результативности нашей команды похвастаться-то и нечем абсолютно. Мы заняли второе место с конца. Но таков кранваген, таков этот танчик 10 уровня, который на сегодняшний день с переменным успехом довольно неплохо играется в рандоме. Он может что-то показывать, но безусловно не во всех 100% боев. Это был честный обзор на честный танк, который показывает, нас даже похвалили, спасибо большое. Который честно показывает, на что вы способны в бою, способны ли вообще. Но поверьте, этот танчик минимум вам доставит фан. А мне кажется, что этот минимум плавно перерастает в максимум. Потому что играть в танки ради статистики, это дурная затея и трата времени. А вот играть в танки ради того, чтобы кайфовать, это то, что надо. Ребят, кайфуйте, играйте, мира вам, благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, буду рад вас видеть. Субтитры создавал DimaTorzok